Супер-луния ждет сегодня всех жителей нашей планеты. Ученые утверждают, что в небе будет править бал Супер-голубая кровавая луна. Наблюдать его смогут жители ряда континентов в Северной Америке, на Ближнем Востоке, в Азии, на востоке России, в Австралии и Новой Зеландии. Явление частично будет заметно и в нашем регионе. На нашей территории это затмение, начало затмения наблюдать невозможно, потому что в это время будет дневное время суток. А максимальная фаза составит 18 часов 29 минут по местному времени, поэтому мы можем увидеть только конец затмения. Отмечается, что во время полного затмения луна на время приобретает красноватый оттенок. Явление продлится около часа. В прошлый раз Супер-голубую кровавую луну можно было наблюдать в 1982 году, а в следующий раз это явление, когда совпадут перегей и полнолуние, случится лишь в 2037 году. Это достаточно редкое явление. Это затмение совпадает с таким событием, как Супер-голубую. Супер-голубую – это момент, когда луна приближается на расстояние ближе, чем 362 тысячи километров. Супер-голубую бывает каждый год, но вот именно такие моменты, как близкие совпадения перегеи и полнолуни, бывают очень редко. Это затмение уникально тем, что луна приблизится, в момент затмения будет находиться вблизи точки перегеи, то есть в земную тень войдет Супер-голубая. Это второе Супер-голубую 2018 года. Первое произошло 2 января. Нынешнее совпадает с полным лунным затмением. Разница между перегеем и полнолунием составит около 28 часов. Накануне луна подошла к Земле на 359 тысяч километров, и сегодня спутник нашей планеты на время полностью спрячется в ее тени. Эта полнолуния будет очень особенным, исходя из его влияния на Землю, на психику, на подсознание людей. Последствия мощного явления могут особенно ощутить метеочувствительные люди. Им желательно всем заранее позаботиться о своем состоянии, избегать конфликтов и лишних волнений. Это время можно использовать с пользой, избавиться от навязчивого прошлого, удачно спланировать свое будущее, а также привлечь любовь и удачу. Ирина Гути, Сергей Калашников, программа ФАКС.